сегодня тема про фонарик сейчас разберем посмотрим почему он постоянно аккумуляторы сажает и Сейчас отпаяем и подключим к лабораторному блоку питания, посмотрим возьмет зарядка или нет. Здесь написано 4 вольт, мы так и сделаем, подадим 4 вольт. Он не реагирует. Подключаем к фонарику. Через лабораторный блок питания 4 вольт подал. Так, включаем, пожалуйста, работает. Получается, он приехал, либо заводской брак, либо полностью разродился и он вышел из строя. Такой массивный, тяжелый, пора уже пальчиковые аккумуляторные батареи переходить. Вот пальчиковые аккумуляторные батареи. Включаем. Итак, мы разобрались, что вот такие аккумуляторы не следуют. Во-первых, она тяжелый, массовый. Во-вторых, меньше ампераж. И во-вторых, цена тоже кусает. Во-вторых, боится от глубоких разрядов. К тому же, для него зарядное устройство должно быть. Это отпадает. Замена пальчиковой аккумуляторной батареи. Можно параллелить, можно наподобие него. В общем, сейчас проверим, почему новая батарея ни с того ни с сего до утра разродилась. Правильно, подключение следует вот так. Вот на холостом ходу почти 100 миллиампер. Смотрим на прибор. Включаю. Так что, не экономичный фонар. Это связано внутри схема электронная какая-то. Я не буду сейчас разбирать. А просто всего лишь скажу, что не следует такой фонар приобрести. Либо надо постоянно под наблюдением. Или сделать здесь тумблер. Тумблер зарядил, выключил. А когда надо, куда-то поход туда-сюда. Тумблер включил. И вот так можно сохранить аккумуляторные батареи. Иначе, даже если вот такие поставишь, тоже будет она сажать. Короче, я решил переделать. Сделал дырку. Будем устанавливать кнопку. Также вот пальчиковый аккумулятор с защитой. Сейчас устанавливаю по ходу выведитель. Итак, поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Включаем кнопку... Включаем кнопку без фиксации... Продолжение следует... Продолжение следует... Оставляешь 14 часов... Батарейка заряжается... До 4,2 Вольт... При среднем хватает... 7-8 часов... Максимум... Не пробовал... Вот средний... А вот максимум... Ну и сами судите... Батарейка 3000 мА... В среднем потребляет... 400 мА... Когда уже в конце... 5-6 часов проходит... И ток тоже уменьшается... Где-то 250-300 мА... На этом... Видеоролик... Подходит к концу... Думаю... Вы... Извлекли... Из этого... Что-нибудь полезное... Если постараться... У вас тоже получится... Эту кнопку... Можно выключить... Чтобы он... Не израсходовал... На холостом ходу... Когда я мерил... Изначально... Он... Где-то 90-100 мА... Потреблял... Вот... Когда необходимо следить... Включил... Включил... И все... На этом... Пожалуй, все...